здравствуйте приветствую вас на канале сад и огород предлагаю порассуждать стоит ли обрезать листья у томатов или же лучше оставить их плюсы и минусы процесса срезки всех листьев начнем с плюсов отсутствие лиственного покрова дает доступ большему количеству солнечного света что способствует более быстрому созреванию культур листы у культур не только вырабатывают питательные вещества но и отвечают за испарение влаги если же сократить количество листьев до минимального рост томатов станет изменяться гораздо быстрее это произойдет потому что вся влага направится к завязям обилие лиственного покрова на стеблях мешает проникновению достаточного количества воздуха при корневой зоне негативное воздействие при этом ощущается на общем состоянии культуры решить проблему можно лишь при помощи полной обрезке листьев помимо преимуществ такой маневр имеет и свои весьма неприятные последствия невозможность поступления питательных веществ из корневой системы непосредственно в томаты первоначально вода из грунта попадает в листву в которой проходит процесс фотосинтеза в конечном результате при данном процессе получаются питательные вещества которые культура перенаправляет в томаты если же стволы окажутся без листьев томаты все равно вырастут и даже дойдут до красного оттенка но при этом вкус значительно подпортится процесс испарения позволяет не только терять влагу но и создавать вокруг куста микроклимат при обрезании листьев культура теряет способность к испарению и не может противостоять пагубным условиям погоды к тому же когда куст располагается открыто под лучами солнца томаты подвергаются возможным ожогом и некоторым болезням так все-таки стоит обрезать листья у томатов или нет подойдя к вопросу о срезке листьев у томатов и взвесив все за и против большинство садоводов отказываются от задумки выращивания культуры на чистом стебле но как бы это не казалось противоречиво и этот метод имеет свои недостатки если на кусте слишком много листьев процесс роста и созревания плодов будет значительно замедляться листья которые располагаются около земли входят в непосредственный контакт с грунтом именно этот аспект наиболее часто приводит к тому что ветки начинают гнить а сам овощ подвергается формированию болезни учитывая предыдущие аспекты профессионалы садоводы считают обрезание листьев необходимым но делать это стоит по определенным правилам процедуру образования генеративной культуры необходимо начинать прямо с момента высадки маленьких ростков в почву проще говоря самой важной задачей целью опытного садовода считается формирование таких кустов которые будут приносить плоды насколько можно быстрее на просторах интернета бытует мнение о том что при переносе саженцев старые листья у кустов необходимо обрезать в данном случае речь ведется о той листве что расположена около земли если обрезать пару нижних листовых пластинок росток можно будет чуть углубить это подарит возможность к формированию вспомогательных корней далее когда куст пройдет этап укоренения и начнет расти можно будет проводить обрезку частями сделать это можно на абсолютно любой фазе и в любое время ваша обязанность будет состоять в том чтобы убрать около 6 листьев которые растут внизу стебля именно после этого улучшится процесс проветривания зоны около земли и появятся барьеры для контакта с грунтом если на среднем ярусе обилие листьев которые заслоняют друг друга часть из них также можно обрезать это никак не навредит культуре если же куст уже сформировался а на нем растут и краснеют плоды зелень можно обрезать по нижние помидоры это поможет плодам быстрее созреть при соблюдении этих правил вы несомненно повысите показатели урожайности и ускорите созревание томатов на этом я прощаюсь с вами ставьте лайки подписывайтесь пока пока